В соответствии с статьей 47 Конституции Российской Федерации никто не может подтверждать право на рассмотрение его дела в том суде и тем суде, в подсобенности которых оно отнесено законом. В силу пункта 2, ч. 1, ст. 23 КПК РФ, мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор одежда. Согласно ст. 28 КПК РФ, иск объявляется в суд по месту жительства ответчика. В соответствии с статьей 33 КПК РФ, суд передает дело на рассмотрение другого суда. Если были рассмотрены дела в данном суде, выяснилось, что оно было принято в производстве нарушения права подсудности. В мировом суде гражданское дело было принято в своем производстве в соблюдении правил подсудности. Доводы представителей от ВИЧК о том, что в настоящее время возник спор о том, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок, в связи с чем иск о расторжении брака подрежет передачи на рассмотрение в данный суд является несостоятельным. Согласно части 1 ст. 38 КПК РФ, сторонами гражданского производства являются естественные от ВИЧК. ИСУМ является лицо, которое обратило в суд в защиту своих прав, свободы, законных интересов, либо интересы которых возражало гражданское дело. По смыслу в статье 11-12 КПК РФ, два взаимных связи с пунктом 4 части 20-191 КПК РФ, выбрать способы защиты нарушенного права и соответственно определению предмета иск, принадлежит гражданского, обратившегося в суд за такой защитой, то есть ИСУМ. Естественно, в праве изменить основания видов нет риска, увеличить или уменьшить размеры рисковых требований, либо отказаться от риска. Часть 1 ст. 39 КПК РФ. Данное положение корреспондирует часть 3 ст. 196 КПК РФ, соответственно, с которым суд принимает решение по явным листам требований. Таким образом, приведенные нормы действующего законодательства наделяют предстоять в случае одним правом определения способа защиты его нарушенного права, что включая себя формированные предметы иск и предъявления соответствующего требования. Требования в определении места жительства несовершеннолетнего ребенка сторон и сом не заявлены. При таких обстоятельствах основания взаимодействия и ходатайского отречка не имеется. Дело о расторшении брака в отсутствии скором месте жительства детей на момент подачи иск к расторжению брака, подсудимое мировое следствие. У меня будет возражение о недействии председателя существующего под протокол, пожалуйста. Категорически возражаю против данного определения, которое суд вынес. Дело о расторжении брака должно рассматриваться с учетом интересов ребенка. В любом случае, что бы мы сейчас ни рассматривали, в любом случае должны учитываться интересы ребенка. Подавая такое исковое заявление в суд, истица должна была приложить какое-то согласие отца об элементах, месте проживания и тому подобное. То есть этот вопрос должен быть решен здесь и сейчас. Верховный суд говорит о том, что вот эти вот производные требования, в любом случае, не важно, заявлялись они, не заявлялись, они должны быть рассмотрены, в том числе по инициативе суда. Я считаю, что нельзя сейчас расторгать брак, не решив данные вопросы, потому что получается неопределенность. Кто отвечает сейчас за ребенка? Вот на это хочу обратить внимание. То есть я считаю, что в данном случае нужно сделать перерыв, чтобы семья сохранилась. Расторгнуть, не решив никакие вопросы о детях, не дав возможность на примирение и тому подобное, я считаю, это неправильно. Более того, в эмоциях истица подала исковое заявление. Ваше возражение зафиксировано в протоколе судебного заседания, в том числе и в аудио протоколе судебного заседания. У меня на данный момент имеется ходательство. Мы будем подавать частную жалобу на данное определение по указанным в моем возражении доводам. В связи с этим я прошу все-таки отложить рассмотрение дела по существу, в том числе не только для обжалования, а для того, чтобы стороны подумали, осознали вообще, что они творят, что происходит. Отложить на три месяца. Предусмотрено законодательством. От того, что у них будет в паспорте штамп по разводе, не будет штамп, это ничего не меняет. Это определение, которое было оглашено в судебном заседании, самостоятельному обжалованию не подлежит. И все доводы о несогласии с данным определением вы будете иметь возможность указать в апелляционной жалобе на решение суда, принятое по данному делу, в том случае, если посчитаете нужным. Это первый момент. Второй момент, который вы указали. Это суд вам разъясняет, что действительно стороны имеют право просить отложить судебное дело, и суд вправе принять меры к примирению супругов, в том числе отложив разбирательство дела. Ваше ходатайство как раз основано на данной норме права. Вы просите отложить судебное заседание для того, чтобы предоставить срок для примирения супругов? С учетом того, что я сейчас услышал, у меня второе возражение есть под протокол. Значит, то, что касается... Давайте вы сначала ответите на вопрос суда. Я отвечу, да. Ну, мне все-таки, чтобы мои возражения были занесены. Ваше возражение обязательно будет занесным? Да, в том числе я прошу отложить в интересах семьи, сохранение семьи, в интересах ребенка, отложить на три месяца. Возможно, они помирятся, возможно, скажем так, придут к какому-то общему знаменателю. Потому что, как я объяснил, на данный момент разбросаны исковые требования по судам города Мурманска. Непонятно, что происходит. Это просто какие-то между ними разборки идут. То, что касается обжалования определения, которое вынесли в данном судебном заседании. Я считаю, что соответственно нормами Гражданского представленного кодекса, именно на это определение подается частная жалоба. Потому что оно препятствует дальнейшему движению к делу. Как вы правильно заметили, согласно Конституции, никто не может быть лишен права на рассмотрение тем судом, подсудности, к которому оно относится. Ваше возражение внесено в протокол судебного заседания и зафиксировано на автюзапись судебного заседания. Так, уважаемые мистерцы, встаньте, пожалуйста. Заявное ходатайство, слышали, да, представителям отвечу, как просьба отложить судебное разбирательство, для того, чтобы предоставить возможность к примирению супруг. Ваше мнение по данному ходатайству? Представитель сказал, что заявление было подано на эмоциях, на оксажение брака. Первое заявление было подано 20 ноября. Мне в нем пришел письменный отказ, так как я забыла заплатить господслужину. Вот, и мне было направлено письмо, я не исправила ошибки, и мне пришел отказ. Я подала второе заявление, мне уже второе заявление было тоже на эмоциях. То есть я пыталась добиться развода. Первое, возможно, на эмоциях, но я отрицаю это, да, но если, допустим, что на эмоциях. А второе, ну то есть спустя столько времени, получается, отказ я получила 9 января. На почте мне пришел письмо, я получила отказ. С 20 ноября по 9 января прошел очень большой период во времени. Следующее заявление я подала, если честно, я не помню, но тоже в начале января. И вот сейчас у нас будет судебное заседание. Все эмоции давно прошли. Вы возражаете против отложения рассмотрения тела с той целью, чтобы принять меры проверенные? Да, я настаиваю на исключительную заявление. У вас имеется дополнение? Вы говорите, что сначала на эмоциях, а сейчас эмоции все затихли. Нет, я предположим, что на эмоциях, но вы говорите за меня, вы говорите, что я подала за эмоциях. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы в паспорте своего супруга писали какие-нибудь надписи? Писали. С какой целью вы испортили этот паспорт? Ну, это были эмоции, да. Эмоции. Все-таки вы не отрицаете, что были эмоции. Это были эмоции, но они были, когда заявление уже было подано. Когда меня выгнали с ребенком. Меня супруг выгнал с ребенком, я живу на съемной квартире. Он настаивает на том, чтобы я забрала заявление на брак и развод. Я не велась на эту брак и развод. То есть правильно я вас понимаю? Сейчас ребенок проживает с супругом два дня, потому что он у меня обманным путем забрал ребенка. Я не препятствовала общению моего супруга с ребенком, он брал его с ночевками все это время. Он с ним проводил во имя, я была только за. И так получилось, что в четверо раз я отдала его ребенка с ночевкой. Хорошо, можно второй еще вопрос уточняющий? Да, это я понял, я ответ получил. Если ребенок, пожалуйста, она отвечает. Хорошо, не, ну просто вопрос я задал, а то уже рассказывал. Ну, если с полога необходимо пояснить указанное обстоятельство. Ну, если вам это нужно. Я хочу объяснить эмоции мужа. Давайте я буду вести процесс. Давайте. Хорошо. Хорошо. Получается, что за два дня до суда вы меня обманным путем ребенка забрали. Получается, я также отдала ребенка супругу с ночевкой. На следующий день он должен был повезти ребенка в сад. Ребенок придется в саду, он его не отвел в сад. От воспитателей было очень много сообщений, очень много вызовов. Ему звонили, пытались звонить и объяснил, что ребенок находится с... Что-то спал. Надежда Сергеевна, давайте ближе, наверное. Да, да. Он, я имею в виду, что эмоции. Он у меня, ну, я могу сказать, выкрала ребенка. Ребенок сейчас находится с ним. Я не согласна с этим. Ребенком не обсуждаем вопрос о месте жительства ребенка, да? Да, да. Мы сейчас обрешаем податайство об отложении судебного заседания для того, чтобы было предоставлено время для примирения. Да. Вы выразили свою позицию, чтобы вы не согласны. Я не согласна. Председатель отличика, еще есть вопрос. Правильно я вас понял, что ваш супруг предпринимает какие-то действия по сохранению семьи? Да, шантаж. Я рассматываю это как шантаж. Он шантажирует ребенка. Мои ребенок аромат из шантажа. Он с помощью ребенка пытается, чтобы я забрала заявление на расторжение брака. Я не забираю. Я настаиваю на своих требованиях. Я хочу развестись. Я имею на это право. Почему я должна жить в тирании? Ваша честь, я хотел бы обратить внимание на то, что супруг пытается сохранить семью. Я понимаю, что есть субъективная оценка происходящего. Но на данный момент я считаю, что в интересах ребенка, чтобы у него был официальный отец, помириться все будет нормально. Мы не должны их подталкивать к этому действию. Дайте им остыть. Дайте им пообщаться. Дайте им договориться о ребенке, об элементах, с кем будет проживать. Как будут они вообще вместе ходить в садик и тому подобное. Я считаю, что нельзя спешить в данном случае. Я понимаю, что на потоке. На данный момент нет. Присядьте, пожалуйста. Какие-то еще дополнения к вашему ходатайству есть? Нет. Суд не вместе постановил, возможно удовлетворить ходатайство представителя-отвечка, поскольку при рассмотрении дела установлено, что в отсутствии согласия одного из супругов на распоряжение брака, суд в целях того, чтобы принять меры к примирению супругов, полагает, необходимо отложить разбирательство дела, назначить супругам срок для примирения один месяц. По обжалованной репрессору, там будет мусорная диска. Я не сомневаюсь. Я знаю, что это определение подлежит обжалованной. Тогда можно по электронке и прямо сейчас по электронке. Но вы тут, когда дойдете, вам не оболочите, когда придете познакомиться. А сейчас не дадите? Описку? Я понял, что туда будут внесены изменения в определении, что само по себе уже означает, что это действительно определение. Дело не подлежит рассмотрению в данном суде. Зачем это устраивать, я могу понять.